Всем доброе утро. У нас бабуля пришла с утра, и Яра вот тут уже хомячит бабуле на радостях. Ну только кушай. Да, вызвала. Только садись, у тебя полный родзик. Сейчас надо потихоньку собираться. Ну пока еще я их посадила кушать, бабуля кормит его уже ладно. И мне надо будет сейчас немножко убраться, потому что Мике позвонила, а Мика сказала еще, врач не приходил. Но если врач не приходил, то в принципе, что мне сейчас туда ехать, врач должен прийти сначала посмотреть, сказать, что на самом деле отпускает ее или нет, и потом там пока еще документы должны подготовить, я так думаю, там не раньше двух часов. Ну и Емелю, знаете, она сказала, надо, чтобы все с утра сидели около нее, потому что надо вдруг ее сейчас быстро отпустят, чтобы она там в общем не задерживалась, потому что в общем у нее там планы грандиозные, и в школу надо, еще куда-то надо, в общем-то уже далеко-далеко мы. Ну посмотрим, сейчас я буду, посмотрю пока, сейчас я завтракаю, тоже чай, кофе попью, с бутербродом, потом уборку быстро, так это постель, все мы убрали, и посмотрю, если или съесть, как будто, ну в общем не знаю, сейчас как-то, потому что сейчас надо будет менять все по ходу и переигрывать, погода шикарная, в принципе, правда, минус 7, но солнце так, оно пути лет отморозит, я, правда, что-то ночью дергался немножко, ну как дергался, спал так, с глазами, я сейчас буду писать эпилептологу, она отвечает не каждый день, просто вчера вот эти дни не было вообще реально так времени, чтобы сесть и написать, надо будет сейчас посмотреть, что она скажет вообще по поводу, понимаете, я просто не знаю, я постоянно всегда, я как бы, знаете, к чему, что я всегда срываю, мне что-то где-то что-то не нравится, я начинаю срывать, и поэтому, то есть я понимаю, что как бы здесь есть свои риски, она тоже сказала, ну у нас прикрытие клонозепама, но глиоцелин она дает, потому что клонозепам, в принципе, получается, разрушает эти нейронные связи, но ему-то развиваться, он же, в принципе, достаточно такой толковый парень, но сейчас, да, тупить стал, попробуйте на двух противосудорожных посидеть, естественно, конечно, сложный, поэтому она как бы, да, типа, что поддержку, она очень толковый врач, я, конечно, тоже, ну, в принципе, ему 5 лет мы и не использовали никаких наотропов, но вот здесь пока вот она сказала, что ему надо. Риск у нас эпилепсии всегда есть, то есть получается у нас она не в ремиссии, и сказать, что вот у нас без наотропов нет вообще приступов, и без занятий у нас, вот знаете, вот у него так вот все замечательно, нет занятий, нет приступов, нет препаратов, нет приступов, да, вот, и мы начинаем давать, поэтому я не знаю, как на самом деле реально правильно, но у меня тараканы очень много и бегает их в голове, вы сами это знаете прекрасно, и сейчас посмотрю, расскажу вам этот, то, что на самом деле про моих тараканов в башке, то, что мне невролог сказал, посмотрим. Я все-таки оставила своих ребят, бабулю с Яськой заниматься посадила, не знаю, насколько это все будет прогреться, потому что дотянулась почти до двух часов, Мильке, правда, только что капельницу прокапали, как-то долго тянули, но быстро прокапали, сейчас поэтому я поеду, надо ее забирать, и какие-то вроде должны сейчас уже, ну, написать все по лечению, там, что, как, чем мы дальше делаем, как мы лечимся, на только каком этапе, потом приеду, вам расскажу. Начало немножко сократить, но мне кажется, что я наоборот себя удлинила. С другой стороны, даже Эмелька позвонила, сказала, ей уже все отдали, а какие лекарства, сказали, что надо делать, что надо будет пить, что надо будет делать. Сейчас пойду посмотрю, мы заберем домой, мы уедем, а дома наоборот покажу вам. Эмелька меня навьючила, как ослика, я сама пошла сейчас покупать себе, что-то там лекайте какие-то, или в гос, еще где-то, в общем, смотреть. Ну, тушится. Хватит. Что он увидел тебя? Что? Хватит. Хватит. Трехотит. Все, уже хватит. Вот мои уезжают, бабуля с Микой вдвоем. Вверх отправили. Я не знаю, правда, я выйду с ним, но мне кажется, когда я холодрыгом на минут на пять больше. Холод. Обалденно. Сейчас я оденусь. Две минуточки. Подожди, сиди. Я вам покажу, что они мне оставили. Это просто трэш. Это вся вот квартира здесь, а там вообще-то комната. Мне аж плакать хочется. Вот получается, вроде вот нас все были. Вот посмотрите. Все, все постели перевернуты, вещи перевернуты. Кладовки вообще не говорю. Все везде. По-моему, кладовка, по-моему, то же самое. Ну, кладовка так еще относительно, но тоже все. Сейчас надо не полы, все пылесосить. Хоть сейчас, я сиди, пожалуйста, плакать хочется. Когда вот говорят, ты должна, ты должна, ты должна. Может быть, я много чего кому-то должна, но мне кажется, я надеюсь, что я вообще никому ничего не должна. Потому что, когда ты тебе, в принципе, тебя никто из тобой не считается, никто тебе ничего не должен. Как я понимаю, все живут, каждому надо свое. Здесь вот так вот получается, вот вроде сегодня целый день бабули, у нас сегодня с полуодинства. Конечно, спасибо у нас Яре, но Яра не занимался, ни уроки. Я ушла, они бросили сразу, естественно, все. То есть, поэтому они, конечно, вообще ничего не делали. Я пришла, здесь опять ничего не делали. И вот уже я с Ярославом с пол шестого пытаюсь собраться, полтора часа. Знаете, вот на самом деле, сесть у меня сейчас, мне кажется, я выйду на улицу, она просто наревусь сама по себе. Сначала Емеля-Емеля пришла, уснула, легла спать, как будто бы, я говорю, детский сад, и 10 дней там отдыхала, вместо того, чтобы прийти, себя как-то что-то покормить, что-то сделать, как-то что-то прикупить, что-то приготовить, помочь. Кто-то скажет, она ребенок 17 лет. Честно говоря, я в это время жила уже самостоятельно, с бабушкой сама. Ничего хорошего возможно, но ничего плохого. Человеком выросла, а непонятного пути не пошла, квартиры не продала. Жизнь семью сохранила, и честь точно так же. Поэтому я ничего не вижу плохого, жить с бабушкой. Самое главное просто для себя оставаться человеком, и все. Поэтому, знаете, как бы рассуждать, что ты кого-то бросил, кто-то кого-то. Мне тоже надо. Сейчас они поедут, будут отдыхать там. А мне надо еще здесь все убирать, разбирать, ждать, пока придет Андрей. Сима! Сима! Сим прекратил. Все подряд кусает, грызет. Все здесь убирать, все здесь разбирать, еще ужин ему готовить. Вот так вот. Каждый сам по себе. В итоге, понимаете, каждый делает, занимается собой. Поэтому сейчас идем на улицу. Сейчас ребенку, там такая холодина, я даже не знаю. Я вот вышла на улицу, там ветер пешеный, а ребенок остался практически без прогулки, никому не надо. Здесь ноль показано, мне кажется, там намного меньше. Показывается, как минус 10 пишет. Посмотрим. Не знаю, кстати, я вырвана в перчатку. Хвата, надо взять от себя в руки. Аяра пока напрыгался, она дождался пока, что его очередь выйти на улицу. Весь мокрый, взмыленный. Нам сейчас вот дойти до конца дома и вернуться обратно. Один выход, и там же переодеваться уже. Честно, я не у меня, у меня сейчас эта истерика вообще начинает, по-честному. По-хорошему. Поэтому я уже не стала сейчас. Яр, ну давай, ты будешь теперь стоять. Просто взмыленный весь, вот и все. Кстати, вот в этих перчатках ходили сегодня. Сейчас я опять сижу, с этими, зависла, с Микиными таблетками. Навели мне здесь истерика. Теперь опять я вот с этим Денолом, Шамонолом, Энтерапионом. В общем, да. Я уже Яру тоже сказала. Яр, гулянь, приходят, посидят с тобой, поиграются. Потом все ушли, а мне остается это счастье, радость, материнство. Потому что Яра потом как лялька, как вы говорите, вот потерпи, мило тебе, ты должна, он к чему привыкнуть. Он отвыкнуть никак не может. Семь лет, восемь лет, пока мы не стали в Евпаторию ездить, пока мне человек просто там, Ольга Анатольевна, не показал всю, грубо говоря, нашу правду, бытия, честно. Я думала, что так оно все и должно быть, и так он себя должен вести. Это до восьми, до скольки лет, честно, пока вот это я не поняла, даже на семь, я даже не помню, вполне себе. Уже сколько мы с ней ездили, два года, два с половиной. Он себя так и вел, постоянно так себя ведет, как лялька, как малолетний ребенок, знаете, как малолетняя ляля такая, которую, типа, должны попу вытереть, сок дать, попоить, вовремя посадить, покормить, не должен, который, в принципе, не должен за себя ни в чем отвечать, ни за что отвечать, ничто не говорить и ничего не предлагать, понимаете, нет никаких обязанностей, нет никаких мыслей не произвела. Поэтому, честно говоря, я уже не знаю, честно, на самом деле, должна ли я это делать или не должна, потому что в итоге, итог, некоторые вот сейчас меня так расхлюбили, мы пошли на улицу, вроде вышли, потом я вспомнила, что он опять лярил, начал мне там губки надувать, а я, а, а, губы надувать не будем, еще просто нахожусь домой и все. Ну, вроде немножко он взял себя, а здесь он что творил, они сидели, обедали, вот мы пришли, он уже что творил, он дергался, прыгал, я уже написала врачу нашему, я, честно говоря, думала нормально, потому что вчера, вроде я, как бы, к вечеру, ну, так это более-менее, уже смотрю, адекватно стало, как бы, типа, правда, ночью мне под утро немножко бы напрягло, он, знаете, как бы, да, спать начал, у него встал, вот эти глаза, там зрачки бегали, она с шести утра лежала, просто вот его гладила, че-че-че, не знаю, я понимаю, что я не удержу, да, но он как-то и в туаленную погоду, потому что она не на срезку ушла, но он очень так, как-то себя, вот, дезорганизованно, да, там, пытался улыбаться, что-то, в общем, типа, я понимаю, что это просто может быть эмоции, я, ну, до этого не обращала внимания, ну, в общем, я, в итоге, я написала эпилептологу, сказала, что это все описала, сейчас я жду ответа, я не знаю, когда она ответит, ох, я не понимаю, как-то, очень иногда, на сегодня свободное время она отвечает почаще, занята, то она в течение нескольких дней, если, то есть, как бы, ничего такого экстренного, то она отвечает по-любому, но надо, как бы, дождаться, получается, вот эти несколько дней, и поэтому, знаете, вот, ну, не знаю, я не знаю, я, может быть, я не права, может быть, я вот на самом деле очень сильно не права, ну, как-то меня, мне нелегко, вот видите, вот были сегодня все, вроде бы здесь были, сейчас у меня стирка, там, он огроменный пакет, я раблялю, полы не мытые, ходишь, и оно цепляет все вещи, а я когда вот такие, вот так вот, такое состояние квартиры, я очень начинаю, на самом деле, раздражаться, я очень устаю, меня это очень напрягает, и мне тяжело, мне дарю вода истерики, мне как-то надо просто, и в то же время я понимаю, что мне нужна тренировка, ребенка, которой сегодня не было, у меня уроки, которые я понадеялась, что они сделают, но они вообще, так понимаю, хотя бабу рассказала, что он читал, но я уверена, что он не читал, потому что Эмиля сказала, как только я вышла из дома, он начал на телефоне названивать к ней, то есть получается, значит, книжки все закрылись, бабуля дала ему свой телефон, и он звонил туда, баловался всем подряд, при этом, по-моему, она вытащила сим-карту, насколько я поняла, ну, почему он баловался с этим аппаратом, они уехали, все хорошо, они сейчас там будут отдыхать, а ты как вот сейчас бешеный сурок, должен все это делать, поэтому я просто сказала, что меньше выболтала, сделала, я знаю, что я меньше выболтала, сделала, но я не в состоянии, значит, у меня сейчас взорвется мозг, поэтому я просто пытаюсь это вот так вроде выговорить, вам, да, ну да, мы тут скажем, а вот ты нам все свое скидываешь, ну, эмоции, как бы, да, понятно, мы-то с друзьями, мы-то общаемся, я считаю, что раз я, как вы говорите, открыла канал, я отпустила вас в свою жизнь, ну, понятно, что, наверное, все-таки мои эмоции тоже должны куда-то выходить, я должна это тоже рассказывать, вам высказываться, ну, поддержка какая-то, я не знаю, хотя, как бы, я просто не поняла, в чем мой прикол в поведении, по отношению, что типа я виновата, что Яра не ценит Андрея, я не скажу, что Яра не ценит Андрея, я наоборот говорю, что Яра слишком ценит Андрея, но он с ним как сляли, то есть, как бы, как мамка, то есть, как бы, как объяснить, что Андрей для него, вот, типа, наивысшая мера вот этого блаженства, расслабления, игры, я с Андреем всегда об этом обговариваю, что, потому что Андрей немножко, на самом деле, неправильно, не то, что я неправильно, ведь у Андрея неправильно, немножко себя позицию ведет он очень с ним мягко он очень с ним мягко верно на голове у него катается играется в общем-то в принципе еще мне осталось сюда у кого типа показать все свои мельки 3 лекарства да но вот этот который я вдавали не помню явно не что и внутривенно делали теперь напомню неделю будет их глотать и enter enter а по монтарова на будем глотать потом через пол недели я должна буду ехать веке а проколоть еще неделю а потом она будет глотать опять шелок продолжать тут я река поймал кстати лишь ты вот спрашивала мы просто да не одевали не мире но вообще шикарно яски прям вот я вообще даже не хочу снимать хочу попробовать чтобы он в них может даже дома ползал потому что кожанка и он суставы мне немножко напрягающийся когда он ползает он вот на этих местах у него суставы все стираются а мне кажется если он будет в них ползать дома а вера да 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 дед q més попробую чтобы он мог бы даже в них и дома был микро что него будет классно руки сохраняться потому что суставы все гудят видите они у него мне это как бы предупреждали дефектологи что почему надо чтобы руки все-таки открыл потому что вот видите у него в 10 такие натертости все таки мозалих как натоптыши. Бедный ребенок мой вылезал. Посидела, пришла в себя. Потому что все равно тяжело. Я знаю, чтобы не сорваться, не ругаться. Я сама себе дала немножко передышку, потому что потом сорваться на Ярославе не хочется. Ну, что теперь? Такая у нас жизнь. Экипировала вот так Ярослава. Хочу попробовать, чтобы он так ходил. Потому что мне эти перчатки очень понравились. У него руки реально открыты. Я не знаю, посмотрю, как оно. Сейчас и ноги одела, и Витя одела ему такие вот эти, чтобы он не в пасоножках ходил. О, все, у нас проблема. Ладно, отключаемся, потом подключимся. Папа пришел, с работы у нас не забывается. Из таких облаков идет дождь. Эти облака похожи на кучу ваты. Из этих облаков идет дождь. Значит, какие они? Большие, кучевые, дождевые. Которые идет дождь. Дождевые, правильно. Здесь шкодит. Кто здесь шкодит? Девчонки, скажите, вроде я уже моей траву ей даем. Все даем. Но кошка рвет бумагу. Или ей нужно, на самом деле, как теточку профессиональную, что ли. Хоть какую-то, да? я так понимаю. Вроде мы и ставили ей палки и всякие, но ей вот там у нас стульчик есть, который она оттрёт, дерёт. Вот залазит, и ей надо грызть. Она вот видите, она как крысёныш у нас. Она всё погрызла. Вот сидит, грызёт этот коробку. Сима? А? Сима, ты зачем коробки грызёшь? Объясни мне. Ты зачем грызёшь коробки? Вот смотрите, она мне паспорт от этих ходунков. Она просто съела. Она, не знаю, на бумагу ест. Я так понимаю, что-то не хватает. Но вроде бы и корм уже, и всё. И трава, и цветы, и всё в её пользование. Вот ещё что-то ей надо. Какие-то витамины, что ли? С чего она всю газету... То есть она, ладно, я думала, она обои-то ходит просто злится. Так она нет. Она вот просто сидит и кушает её. Она видит я камеру-то. Она видит телефон, что я снимаю. И всё, видите, сразу хорошенько. Опять вот она. Теперь пришла сюда. Сюда грызть. Просто грызёт картон. Никак не получается, честно говоря, сесть поговорить, рассказать. Что-то немножко зависли. Зависли там в комментариях. Но Андрей завис, пока сидел. Я яську кормила. И всё, мы просидели. А, ну они пока занимались, я убралась. Вот. Я думаю, что-то, а что я делала-то? Почему у меня весь вечер куда-нибудь шёл? Пока Андрей сел с ним заниматься, я немножко говорю, ну я кушать сегодня так. У меня были котлеты. Гречка оставалась. Я яйцом залила. Яська это поел. Я овощи. Андрей Венегрет поел. Чисто доели всё, что было. Чтобы оставалось. Ну, чтобы уже доедать. Потому что то-то одно, то второе, то третье. И всё. Я пока убрала полы, помыла нормально, чтобы пропылесосило. Они доделали свой русский. Я, честно говоря, сам хотела всё. Пока я думала, думала купить курс. Мне очень нравится, на самом деле, этот учиру. Хорошие там такие нюансы все. И постепенно, то есть там всё. Каждое дальше улучшение, улучшение идёт. Постепенно, то есть как бы нарабатывание всё больше и больше в навыках. Вот так можно сказать. Там, получается, они опять их прибавили. Ну, не то, что перед нами были хорошие скидки до 75%. Получается, 74 рубля в месяц выходят занятия. Ну, если по скидкам можно взять. И плюс ещё бывает, я даю такие промокоды. Тоже бывает 20%. Короче, там, в общем, выходит за 700-600 рублей годовой курс. В принципе, я считаю, что это не так дорого для таких занятий, что ты можешь заниматься не всего 10 занятий без ограничений. Ну, хотя бы, например, проходить по несколько карточек по каждому предмету. А это, получается, всего 10 предметов за курс. Ну, за день. В общем-то, вот так вот. Поэтому вот осталось на том, что хотела рассказать вам про свою... Мой поход к невропатологу. И как-то так оно всё забывается. Не то, что забывается, а как-то подзависли. Короче, вышло у нас... Он меня посмотрел. Он посмотрел, пощупал вот здесь. Вот эта точка до сих пор болит. С этой стороны. И пощупал с этой стороны. С этой стороны не так болезненно, а здесь вот. Но у меня и было. Сейчас у меня, правда... Он мне говорит, что я вот поворачиваются. В основном там, как бы, они проводят обследование. И он тоже поставил, что это шейный отдел, остеохондроз. И головные боли. То есть, в принципе, как он объяснил, чисто мышцы находятся в сильном тонусе. И из-за этих тонусов мышц, когда какой-то момент я там или померничала, или ещё что-то. То есть, как бы, он говорит, объясняет так, что, получается, мышцы спазмируются ещё сильнее, зажимают вот эти сосуды. Сами сосуды в нормальном состоянии. То есть, как бы, здесь проблема не в сосудах, а в мышцах. Выписал мне сердолот. Сказал, надо пойти на процедуры. Ну, какие-то там, по-моему, как-то... Надо посмотреть, какая-то расческа, то ли ещё что-то. Может быть, завтра Андрей будет дома. Я схожу, пройду туда, посмотрю. Потому что свяпровь сказала, что там не ограничено. Я думала, там будут ограничения. Она говорит, нет, там можешь в любое время приходить, когда сможешь. То есть, и просто... То есть, я пойду, значит, на 10 дней. И здесь очень недалеко от нас, поэтому попробую пойду сходить. Что это за массаж? Посмотрю. Тут не надо походить. По-хорошему мне бы поплавать ещё. Ну, не знаю, как бы, пока с плаванием. То есть, как бы, у тебя вот эти мышцы шейные очень зажаты. То есть, их надо тренировать. Ну, а успоко, как бы, обезболивающий, это тот вариант, что мне... Ну, говорит, пробовать конурафену прибавлять. Если как в этот, я так понимаю. То есть, мигрени они мне не поставили тоже пока. И на 14 число записались обратно, а не на повторный мне приём. Ну, видно, посмотрите, как оно работает. И знаете, что мне прописал сердолот? Ну, вот как-то с сердолотом я как-то немножко напряглась, потому что сердолот принимал... Выписывали Ярослава, но он не принимал. Надо поискать, но он даже лежит. То есть, как бы, для улучшения качества сна и для снятия, да, мышечного тонуса. Вот единственное, что там снятие мышечный тонус был. Но мне надо почитать ваши. Вот вы мне до этого писали. Главное бы найти, чтобы они не удалённые. Если не удалённые, то я, по-моему, куда-то списывала. По-моему, если вы меня смотрите, Марина из Греции, канал этот, тоже, который мы смотрели, ну, как-то немножко так называть, я не буду сейчас этот... Я сейчас напишу вот канал здесь внизу. И не помню, как точно, правильно его произнести. Вот. Писали препарат, который тоже именно для снятия мышечного тонуса. Но меня напрягает то, что там, вот, сердолуд, я знаю, что ребёнок лучше спать становится. Как оно здесь работает на меня? Он сказал, что вроде не сильно. И дал наотроп. Наотроп тоже на НЕ как-то, на ПЕД, на МЕД. В общем, тоже, наверное, это здесь напишу. Потому что завтра, когда буду монтировать, потому что не помню сейчас точно, никак не могу его посмотреть, запомнить, чтобы заказать. Там, что с Микой пробегали, сегодня купили Елика. Там, получается, у неё Денол. Я, по-моему, ещё говорила, ещё два препарата. То есть она будет, которые сейчас принимать. Надо, чтобы она ещё это принимала всё по времени. Тоже своё продолжала. То есть, получается, антибиотик вот этот от хеликтобактерии остаётся. Но не антибиотик, а вот этот Денол, он и есть, который он погасит и не даёт развиваться этим бактериям. Короче, её убивают. И у них нет адаптации именно к этому препарату. Получается пробиотики и ещё что-то, да. В общем, третий вот этот препарат, который для заживления. А потом я буду актовиген ей колоть. Семь дней потом она... Но в пятницу она пойдёт, она заберёт направление уже на повторное. Гастроскопию ей назначить. И потом она на приём к этому опять своему вот врачу, чтобы после гастроскопии посмотреть, что там происходит. Ну а что? Пришла домой, съела помидор, сказала, что ей можно с хлебом. Закусила плавленными сырками вот эти есть, которые 8 штук. Хохланд. Легла спать. Из-за чего, конечно, мы и поругались, поссорились. Потому что, ну как так? Ну как так? Ну еда есть, все нормально. Этот я вот, правда, сейчас отправила, уже бабуля отдала. Сказала, пускай там у меня были вот эти котлеты. Я их замораживаю, куриные с овощами. Ну вот как? Она-то самому, это 17, скажете, что надо было около себя держать. Ну а то, что я буду её держать около себя, она вот при мне это наелась всякого. Куда мне? Я же не буду её по рукам бить, не буду её по лицу бить. Куда мне её бить? Как мне её завязывать? 17 лет человек. Это взрослый, полноценный человек. Как мне её ограничить? И как мне ей не дать это кушать? Честно, я её вообще не понимаю. Поэтому, честно, держать при себе вообще не вижу смысла. Человек как бы хочет сейчас жить самостоятельно более-менее, чтобы как-то отдыхать, разгружаться. Потому что иначе, мне кажется, здесь вообще все с ума подходит. Если вот в этой круговерхе, в этой кучке, у нас сколько? 30 на 44 квадрата, это вся квартира. Просто это здесь 18, по-моему, с коридором. 15 и вторая. Где-то в 25 квадратах 4 взрослых человека. Да, ещё у нас бабушка. Кстати, пять человек. Это живо сейчас. Поэтому можно дойти до сумасшествия. Поэтому даже не думаю, не рассматриваю, как бы, по крайней мере, на сегодняшний момент, чтобы её забирать, обратно тащить сюда. И как-то, в общем-то, дальше будет видно, дальше будет. Честно, здесь не зависит. Она может также пойти в школу и там что-то слопать. За лекарствами я буду следить, буду ей напоминать, говорить. Но, опять же, я и до этого ей говорила. Главное, чтобы у неё даже на самом углу своей. Я так понимаю, в голове своё щелкнуть. Так что вот так я плавно перешла на Микинг лечение. Своё я сейчас тоже посмотрю этот ноотроп. Надо заказать его. А, и мне что ещё? Он в итоге мне заказал, сказал Афапазол, по-моему, антидепрессант, что надо пить. Потому что у меня лояльная, в общем, лобильная, лобильная, да, по-моему, вегетососудистая система. И, типа, здесь это потому, что они от чего-то. А я вот так вот всё воспринимаю. Я очень близко ко всему отношусь. И у меня сразу происходит вот такой вот спазм мышечный. То есть, я говорю, я же не психолог, я не нервничаю. Он говорит, он тебе кажется. Ну, то есть, как бы, ты всё равно это на эмоциях. Ты всё воспринимаешь. На самом деле, я всё воспринимаю. Я очень близко ко всему отношусь. Даже сегодня там вот ребёнок у Миккиотина. И то я, как-то, знаете, я сразу вот, ну, я очень близко беру вот эти всякие болезни к себе. Я хочу сразу всем помочь, всё ему рассказать, всё ему объяснить. И получается... Кстати, Лена, если меня смотришь из Смоленска, я не забыла. Мне просто надо сесть и написать, честное слово. Мы познакомились с девушкой, тоже очень хорошей такой. Мы болтали много, но я второй день не могу оселить. Просто сесть с ним, вот так вот время себе. И это всё спланировать, и написать то, чтобы меня просили. Рассказать, объяснить. Как-то меняется рассвет, как зелёное осенье становится. Поэтому я это сделаю, выполню. Ну, и всё. Он сказал, что, типа, здесь нету ничего, нету ничего связанного с нервной системой. Нету ничего связанного даже с гемоглобином. У меня гемоглобин, по-моему, 113-115. Сердце тоже в норме. Все витамины, минералы. Здесь на солнце... А, мельгам он назначил, вот, в таблетках. Он спросил, что ты пьёшь. Я сказала, что я пью магний B6. Я пью амеки все сейчас, на данный момент пью феминал по-женски. У меня он ещё по-женски, потому что у меня сейчас опять... Вот я как поехала-приехала. Да, я приехала сюда. То есть, получается, по срокам у меня всё должно было быть. И получилось, я приехала в Калугу. И у меня... И опять у меня всё притихло. Короче говоря, я посмотрела по УЗИ. То, что они мне делали тогда последний раз. У меня же карточка у меня на руках. То есть, у меня получается, что всё в норме, в репродуктивной фазе. Вот, поэтому она сказала, здесь надо смотреть, то есть, больше, что идёт. Просто как бы гармональный баланс. Из-за переездов перенервничала. В общем, посмотрим, может быть, на самом деле, афобазол. Я даже не знаю. Но мне не надо, как бы, сильно тоже вырубаться. Спать не вариант. Отключаться. Поэтому, пока я вот с афобазолами, честно говоря, и сердолутом под вопросом. Сердолут, я посмотрю, если он недорогой, я закажу. Но, по-моему, хотя у меня всё равно тут сроки уже вышли. Надо выкинуть. У меня купала как-то яськи. Да, но я ему не давала. Потому что у яськи нет таких вот спастик. Спастик очень сильных. Чтобы ещё ему добавлять сердолутом. У нас его назначали. Ему, знаете, как, типа колется, когда начинают уже видеть, что диспорт выходит. Из него, то надо, ну, сердолутом начинаешь поить. Но я сейчас за счёт того, что он тренироваться постоянно продолжает. У него не так... Она нарастает, но не такой степени спастика, что прям вот надо колоть сегодня-завтра. То есть глотать. И всё. Вот так вот все наши новости на сегодня. Всем огромное спасибо. Спасибо, что вы подписываетесь, смотрите, помогаете на своём комментарии, поддерживаете. Не забывайте про комментарии в сообществе. Очень там приятно с вами общаться. Но надо писать. И надо колокольчик ставить, чтобы к вам приходило уведомление о наших выходах. Когда видео выходит, чтобы первыми заходить. Вот так вот. Опять там не спит. Вот час ночи, и никак он не угомонится. Сколько мы сегодня подняла его? Повторяю. Вот уже час ночи. Опять с вами Андрей снимает. Ему тут ора там. Ладно. Всем огромное спасибо. Пойду я помогать. Всем пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok